Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня мы будем подготавливаться с вами к Новому году. Я уже давно не делала маникюрчик, даже кто-то, по-моему, заметил это в видео. На самом деле, я не очень люблю его делать, и потому, когда я была беременна, даже нет, до беременности, когда беременна, нет, я просто делаю себе всегда либо шелак, либо покрытие гелем, френчик, и носила всегда. И ходила на коррекцию, там, раз в две, в три недели по-разному. А что касается дома, то это очень редко, потому что это занимает очень много времени. Но так как у нас Новый год, мы же должны быть красивые, так и быть, сделаю себе маникюр. Начнем мы с волос. Нам надо привести волос в порядок, лицо в порядок и ногти. В принципе, все остальное, ну, это уже потом в душ мы сходим и там сделаем тоже какой-нибудь. Ну, в общем, это я сделала сама уже без вас. В общем, буду использовать масло. Вот это вот от Ришей. Я говорила вам о нем в покраске. Здесь несколько масел разных, и мне нравится очень запах. Ну, и вообще очень... Я люблю стильными вещами пользоваться. Знаете, не просто там кокосовое масло из банки, например, хотя им тоже я пользуюсь, да? Ну, прикольнее вот иногда что-то такое стильное. Беру, размазываю. Ой-ой. И на волосы. На самом деле масло очень хорошее. Его нужно немножко для того, чтобы действительно на все волосы растянуть. Но я никогда не жалею ничего, я не экономлю, и мне нужно, чтобы было прям все супер в масле. Поэтому я его буду наносить не жалею. Не экономля. В процессе я всегда расчесываю. Волосы везде промаслялись. В корни я тоже втираю. Ну вот наши волосы в масле. Теперь мы их закалываем наверх, чтобы они не мешали и не пачкали все вокруг. Теперь приступим к лицу. Перед тем, как сделать масочку на лицо, Использую вот такую водичку Лореали. Это мне подарила. Вообще у меня всегда есть фейкспрессы были разные, они мне очень нравились. Это мне подарила Лена моя, блондинка, с которой у нас было видео про бузолт конфетки. Вот так вот очистили на нашу кожу предварительно. Вообще хорошо бы еще распарить личико, знаете. Или умыться горячей водой. О, пойду умыть горячей водой. Длительное время подумалось горячей водой. Поры немножечко у нас открылись. И делаем маску. Вот такую вот маску классную мне подарила на Новый год. Одну из подарков. Крестюшка моя. Очень давно хотела такие маски. У меня был котик как-то. Где был макияж наоборот, я делала котика. Вот такая вот она. И... Ой, как она вкусненько пахнет. Мне кажется, очень прикольно делать масочки. И не просто, знаете, там, такие мы типа серьезные. Все повеселится. Я эстет вообще. Я люблю вот всякие прикольные штуки. Допустим, чай пить, например. Там, я не знаю, с белых кружек, да. Там... Если вот шампунь, да, черное, прикольное, мыло черное, прикольное, стильное что-то. Маски вот, пожалуйста, со зверями. По-моему, очень весело. И настроение поднять себе, и лицо увлажнить. Купили мы их в... Ой, напротив Ашана, Литуа, в Миге. Там много разных зверей было еще. Мы купили два. Вот этот, единорожик и котик. Ну все, держим так 10-20 минут. Потом убираем и смываем тепленькой водичкой. А тем временем, пока я попилю ногти. Для маникюра я использую всего лишь несколько инструментов. Пилочку для ногтей. С одной стороны она грубоватая, с другой совсем такая вот, чтобы не было уже заусенчиков никаких. Дальше я использую вот такой вот гель для кутикулы. Покупала в фикс-прайсе. Спрашивали у меня, как он. Мне он понравился. Хороший. Он размягчает хорошо. Единственное, что он высыхает, когда он кристаллизуется. Так интересно. Ну, в общем, недолго его держать. То есть нанес, и там буквально, я думаю, через одну минутку уже можно делать. Оставьте на 2-3 минуты. Ну, можно уже через одну минуту начинать делать потихонечку. И вот такими вот щипчиками. Сейчас, пока масочка будет делаться, я попилю свои ноготочки и придам им форму пилочкой. Ну что, ноготочки попилила, готовы. Теперь можно попить чаю пока. И еще я забыла сказать про одно приспособление. Это вот оно. Я им отодвигаю кутикулу. Я отодвигаю им до того, как намажу гелем. И после. Вместе с гелем. Для того, чтобы гель еще проник. И вот таким вот образом я подвигаю свою кутикулу. Ну, а пока я подвигаю свою кутикулу, можно и поговорить про наступающий Новый год. Вы видели мои образы на Новый год, да? Я очень рада, что вы у меня есть. Что мне есть для кого создать все эти образы. Потому что на Новый год я буду дома с мамой. И мы не будем наряжаться совершенно. Мы просто сделаем домашний вкусный ужин. Мама сказала, что будет оливье. Она очень хочет оливье. Мне его, скорее всего, нельзя. Но, вы знаете, я уже почти перестала кормить грудью. И объясню почему. Молоко само исчезает. По одной простой причине, что я очень-очень мало ем. Я действительно стала мало кушать. Это связано с тем, что я постоянно думаю о Ютубе. Я постоянно думаю о вас. Я снимаю видео. И я провожу очень много времени за компьютером. Монтируя видео, читая комментарии, отправляя вам все. И, в общем, вся в идеях. И, честно говоря, это меня питает. Я понимаю людей, которым действительно некогда поесть. Мне некогда поесть. И для меня сейчас еда уже не удовольствие. А просто такой момент для того, что надо. Нужны витаминчики. Поэтому нужно что-то съесть. И чтобы не тошнило тебе уже, когда ты не ел 6 часов. Нужно что-то съесть. И у меня очень сильно сузился желудок. Потому что... То есть я ем сейчас очень мало. Потому что реально я быстренько съела что-то. Просто чтобы утолить. И я уже не хочу сильно кушать. И я продолжаю. Я сажусь за компьютер. И опять продолжаю работать. Происходит очень много всяких предложений. Очень много всяких знакомств. Уже на этой стадии. Казалось бы, маленькое. Но уже такой большой аудитории. Очень много всего происходит и меняется в жизни. Что очень приятно. Потому что я люблю новые знакомства. И что-то новое вообще в жизни. Не выходя из дома, меняю свою жизнь. Грубо говоря. Самое большое изменение в прошлом году. Это, конечно, мой ребенок. Я стала мамой. И это что-то невероятное. Я каждый раз встаю. И меня, блин, мой малыш, он меня обезоруживает всегда. Я бываю там чем-то занята. Еще что-то. И вот он просто вот смотрит мне в глазки. И сделает вот такое личико. И вот просто ему, когда нужно внимание, он лежит рядом со мной даже. Вот я с ним рядом нахожусь. И он прям рядом. Мы докасаемся его ножкой к моей ножке. Но ему нужно именно внимание. А я, например, с компьютером работаю. И вот он смотрит на меня такими глазками. И я говорю, что, зайчик, что мой котик? Сейчас мама вот это доделает, это додает. И все с тобой будет. Он так любит со мной болтать. Глаза в глаза смотреть и аукать. Миша рассказывает. Я говорю, сейчас я придумаю котеночек. И вот он, допустим, если не терпит, он иногда дает мне время, чтобы я поделала дела. А иногда вот прям не терпит. Прям сейчас ему надо. И он вот так смотрит в него в глаза. И опускает свои губки вот эти вот. Просто так грустно делает. Я не могу. Я умираю просто. Когда он так делает. Я все отставляю, все бросаю. И лялякаю, укаю с ним на кровати. Вот ему улыбается сразу все. Ему ничего не нужно. Только вот с мамкой побыть. Вот это самое большое счастье уходящего года. В новом году, конечно же, у нас много-много всего. Что касается Ютуба, эта золотая кнопка должна быть обязательно у нас. Даже не в конце, а уже в начале 2017 года. Уже очень я этого хочу. Ну, максимум в середине. Вот. Ну, а потом мы дальше будем уже вершины покорять. Что? Мы собираемся поехать в Беларусь в новом году. Мы собираемся и в Москву к моей подруге обязательно поехать. И в Питер. Точнее, рядом там с Питером. В общем, собираемся поехать. Вот куча много наших встреч. Про личную жизнь я не говорю. Раньше говорила, теперь не говорю. Потому что слишком много вопросов. Сейчас уже их стало меньше. И слава богу. И потому, если скажут мне что-нибудь за мужа, почему в планах нет мужа. Вот просто если... Он есть. Просто я о нем не говорю на Ютубе, для того, чтобы не было лишних вопросов. Конечно же, он вместе с ребенком на первом месте у меня в планах. Есть у нас много разных планов. И что касается... Все буду снимать. Конечно, все свои поездочки буду снимать. Все буду показывать. Я уже говорила о вопросах и ответах. Мы хотим с моей подругой, которая живет в Москве, взять своих детей. У нее тоже годовалый ребенчик. Скоро в этом году будет в феврале. И мы хотим поехать куда-нибудь за границу отдохнуть в четверу. Может быть, еще кого-нибудь возьмем. Посмотрим уже. Но обязательно куда-нибудь по Европе. Я бы хотела съездить в Барселону. Ну, это вот что мне первое. Потому что там классный шоппинг. Мне бы хотелось понакупить себе каких-нибудь вещей оттуда. Ну, может быть, что-то другое придумаем. Я не знаю. Это мы уже в ходе будем вместе решать. Но пока что у меня вот Барселона. Если кто-то был в каких-нибудь красивых местах в Европе, где действительно можно купить необычные какие-то вещи местного колорита. Я люблю это вот что-то привозить оттуда. То, что нигде больше не купишь. Только в этом месте. И где очень красиво, где, ну, что стоит посетить. То напишите мне, кто где был. О, кстати, знаете что? Напишите мне в комментариях. Вот кто путешествовал, да? Или, может быть, в одном месте где-то был. Неважно. Что в вашей жизни, какая страна и город больше всего вам запомнился? Куда бы вы мне посоветовали съездить? Где вы были впечатлены? И хотели бы, чтобы я тоже туда поехала и впечатлилась? Ну, сразу могу сказать, что я много где была, в принципе, его перечислять. Я даже и не вспомню все. Ну, то, что меня впечатлило в моей жизни, тоже я сразу с вами поделюсь. Это во Франции, Монте-Карло. Потому что это очень богатый такой был город. И очень много машин богатых, людей богатых. Очень красиво там, очень дорого. И вот это меня впечатлило богатствами своими, да? И таким гламуром, пафосом. А еще меня впечатлила Индия. Это обратная сторона, потому что это очень бедная страна. И я была в Индии два раза. Один раз я была просто в нескольких штатах. Это было такое, ну, просто путешествие с друзьями. Мы смотрели, как там, что. В общем, посетили разные храмы. И мусульманские, и индуистские. Мусульманские, и, в общем, разные, да? И буддийские. А второй раз я уже ездила со своими друзьями, с буддистами. Было такое паломничество у нас. Я была во всех местах, где родился Будда. Где он учил, где он там жил. Где он просветлел. В общем, во всех этих местах. Мы были в Тибете, мы были в Гималаях. И, в общем, был у нас такой вот обход. Такое паломничество. И были во всех храмах наших. В общем, ну, в общем, интересное было такое путешествие. Именно углубленное, с моим взглядом на жизнь. Поэтому это меня очень впечатлило. Ну, и тем, что это такая бедная страна. И там, кроме как о духовности, больше ни о чем думать. Ну, остальные все сами с собой интересные. То есть много чего говорить. Это отдельное видео. Если вам интересно, это я могу рассказать. Не знаю, как его назвать только. Рассказать, где я была и что где меня впечатлило. Ну, а также я жду ваши впечатления. В общем, 20 минут уже прошло. Я снимаю масочку. Правда, красота? Мне кажется, я вообще изменилась. Похорошела, помолодела. Увлажнилась. Да? Пойду смою эту тепленькую водичку. Не пойму, это я заляпалась или это так было? Вроде не было. Все, я снимаю, кладела. Это вообще будет что-то. Это, наверное, масло крупное. В общем, чем я после маски буду делать лицо? Это, я вам говорила уже, лифтинг гель от мешков и кругов под глазами от Green Mamy. Его нужно совсем немножко, вот буквально вот горошинка. Для того, чтобы размазать вообще вокруг всех глаз, не только под глазами. И затем вот от Тиандэ, сейчас уже у нас вечер, ух, уже 15 минут третьего ночи. Что-то я даже как-то вообще, у меня нет ночи и дня, у меня чисто так, свой режим вообще. Нон-стоп называется. От Тиандэ маска такая ночная, не смывающаяся. Ну, он как крем, что назвали, маской. Я ее наношу. Сегодня вот я ее хочу нанести. Вообще, у меня нет ночных кремов. У меня есть, у меня вообще все крема какие-то универсальные, 24 часа. Потому что вот это вот куча баночек хоронить, хотя у меня очень много баночек этих. Но вот, когда я покупаю крем, я ориентируюсь на то, что я не хочу такие баночки покупать. Я хочу одну купить баночку, которая универсальная, потому что можно, чтобы взять с собой там еще что-то. И, ну, все, взял одну баночку и не заморачиваешься, что вечер, что утро. Такая я любила. На шею я так же наношу. Ну, и легкий массаж. Делаю, вот честно, я не знаю, как его делать правильно. Ну, это надо в интернете посмотреть, это в принципе несложно. Но я делаю так вот, сама, как мне приятно. Интуитивно, то, что мне хочется сделать. Так, помыла я голову. Кстати, девчонки, насчет помыть голову. Нужно сначала помыть голову, потом делать маску. Я сейчас это делала очень аккуратно, дабы не смыть все это. И глаза там попадало аккуратно, чтобы вообще. Так что, не это. Ну, мне просто так было удобнее. А вообще, вы делаете наоборот. Сначала голова, потом лицо, потом ногти. Потому что они сушатся еще будут. Голову я мыла вот таким же шампунем. От этой же фирмы Решель. Черный шампунь. Очень хорошо пенится. И прям с первого раза, мне кажется, он смыл вообще мое масло. Обычно вот другими какими-то шампунями можно два-три раза, пока не смоется масло. Иначе кожа будет жирная. Но я два раза им помыла в любом случае. Потому что я всегда мою два раза голову шампуням. Бальзам не делала. Я хочу попробовать вот это все. Байфама написано. Структурал. Мне сказали, что его надолго хватит. Вот где я красила Кристинку, ей дали кератин жидкий. Он реально. Одна капелька прям размазалась обильно на все волосы. Прям вот видно, что его хватит надолго. Мне интересно, сколько... Ну, как этот будет работать. Одно и то же это или нет. Сейчас немножко подсушу волосы полотенцем и нанесу. Расскажу вам. Кстати, после масла и шампуня неплохо расчесываются волосы, скажу вам. Так-то они у меня вообще не расчесываются. Я всегда расчесываю мокрые волосы. Либо под бальзамом, либо под маской. Но сейчас они очень хорошо расчесываются, поэтому я их тоже расчесала. У меня ничего не портит. И так проникает лучше. Каждый волос обвивает, если я делаю маску, или я делаю бальзам, или я делаю... Допустим, сейчас я то, что собираюсь делать. Но расчесываются волосы. Лучше все оно проникает. Чем не запутываем. Ну, в плане обвивает каждый волос. Я это не люблю. Итак, делаем немножко. Запах. Интересный. Непонятный. Не скажу, что вкусненький прям. Но и не скажу, что невкусненький. Ой, мне вот сложно понять, я нанесла на все волосы или нет. Вот то, что у Кристинки был кератин, он был немножко такой, как бы маслянистый. А здесь как будто водянистая. И как мне понять? Волосы еще влажные тоже. Как понять, где нанесла, где нет? Там сразу они такие какие-то гладкие. Маслянистые волосы сразу становятся там. Здесь не ясно. Мне хватит на два раза всего лишь. В общем, не буду я эту ампулу сохранять. Я ее сделаю всю. В общем-то, мне Кристинки кератин жидкий больше понравился. А это мы лучше сделаем один раз как следует, чем непонятных два раза. Теперь это нам нужно оставить для воздействия на волосах 10-15 минут. И смыть. В общем, я вернулась, помыла голову. Заодно я уже покормила сына и сделала маникюрчик. Оставила один ноготочек, чтобы показать вам, как я это делала. Я, конечно, начала все это делать. Намазала голову на одну руку. Сына запросила у меня есть. Все это стерла, потому что его надо переодеть. Пока покормила, пока то, пока все. В общем, смотрите. Я нанесла сначала на кутикулу. Вот у меня один пальчик остался. Наношу вот так вот наш гель. Нанесла. Потом беру лопатку и подвигаю кутикулу под этим гелем. Жду. Буквально 30 секунд мне хватает. У меня кутикула тоненькая, она у меня быстро схватывается. Снимаю это ваточкой. Беру свои щипчики и отрезаю кутикулу. Ну вот и все. Наш маникюрчик готов. И теперь осталось только смазать маслом. Есть, конечно, специально масло для кутикулы. Но сейчас мне его искать. Я не хочу бодицина, поэтому в обиход пойдет масло отрешать. Снова. На самом деле подойдет любое масло. Вот я прям капельки его делаю и наношу на кутикулу. Кто не знает, я училась на мастера маникюра, педикюра, наращивания гелевых ногтей. И скажу вам, что нужно кутикуле придавать особое значение. И обязательно ее нужно увлажнять и смазывать маслом. Потому что если вы не будете ее смазывать маслом, она у вас будет сушиться. А если кожа сушится, она отрезкается. Могут появляться заусенцы. Через эти заусенцы могут попадать микробы и может быть заражение. В общем, очень легко получить какую-то инфекцию. Не зря, знаете, бывает заусенчик такой. Вроде ты его оторвал, да? А оно раз и болит, и распаляется. И потом может очень-очень долго заживать. Поэтому лучше всегда смазывать для того, чтобы не было заусенцев. Перед тем, как наносить лак, можно пройтись по самой пластине жидкостью для снятия лака. Для того, чтобы не было пластины жирной и лучше держался лак для ногтей. Мы потом накрасим таким вот розовеньким цветом из фикс-прайса. Я попробую, посмотрю. Ну, я люблю розовый, будет розовым. Тем более, я буду домашним вообще во всем. Сушимся. Но перед тем, как сушиться, я сделаю свой обычный уход за волосами. Это на влажные волосы. Я нанесу спрей Глискур. Но больше мне нравится Даф или Пантин. Мне нравится у него больше запах и эффект. Но этот надо уже израсходовать, уже немножко осталось. Обязательно расчешу, так как этот спрей, он для хорошего расчесывания волос. Перед тем, как наносить масло. Ну, и сверху нанесу я масло для волос от Горынье Фрутис. В принципе, неплохое масло, но мне больше нравится от Шварцкоп. Маленькое такое масло, где Глаудио Шифер, по-моему, нарисовано. У него просто невероятный запах и хороший эффект. Но эффект у них, в принципе, одинаковый. Я наношу. В принципе, можно не жалеть, потому что это масло специальное. Оно не оставляет следов. Не утяжеляет волосы. Все, что я делаю, не утяжеляет волосы. У меня прекрасные волосы, хорошо себя чувствуют. Ну вот, а теперь сушу волосы. Ну вот, я посушилась. Особо никакой укладки не было. Я просто держала фейл вертикально и расчесывала волосы, пока их сушила. Сами по себе они у меня такие ровные. Блестят. Снова блестят, как раньше. Ура! Вы знаете, это у меня была после покраски вторая помывка. Но мне кажется, уже с первой очень быстро смылись. Мы с мусоцвет. Такой серый отлив. Теперь вот натуральный, блондинный у меня какой-то, да? Так что в новом году я уже покрашусь. Такой уход я делаю постоянно. За исключением масла перед мытьем. Я его не всегда наношу. И насчет ампулы. Это тоже я делаю редко. А что касается шампунь, бальзам, потом спрей обязательно и масло. Это я уже делаю постоянно после мытья головы. Каждый раз, не пропуская ни разу. И в течение уже, наверное, трех-четырех лет. Именно так вот у меня идет. Без масла никуда и без спрея никуда. Без бальзама, естественно, никуда. Вот. Поэтому, может быть, они у меня вот такие вот блестящие. Ага, забыла накрасить пальчики. Сейчас накрасим. Накрасила. И это в один слой. Смотрите, какие яркие, классные. Я когда крашу на самом деле ногти, я сразу себя чувствую какой-то такой прям. Я все вот так вот печатаю, смотрю на ногти. И вот как-то все совсем движение другие рук, когда накрасим на ногти. Это такая редкость сейчас у меня. Чем хорош этот лак? Кстати, он матовый. Тем, что здесь широкая кисточка. Почему я взяла? Потому что я обожаю широкие кисточки. Видите? Узенькая, широкая. Она захватывает всю прям полость ногтя. Ей очень с трех раз или с двух просто удобно накрасить все. Вот накрасила второй слой. Знаете, что удивительно? Это лак какой-то универсальный. Он еще и супер быстро сохнущий. Я пока докрасила вторую руку, у меня уже эта рука высохла. Поэтому я сразу накрасила второй слой. И я рада, что могу к малому пойти. И уже, в принципе, вот так если зацепиться. Но не сильно, я думаю, наверное, драть. Но вот так зацепиться, ну, обгладкое что-то, оно не сотрется. В общем, фикс прайс, супер красивые цвета, широкая кисточка, быстро сохнет еще и мантами. Нормально? Одни плюсы. В общем, все, мои хорошие. Я желаю вам тоже красиво подготовиться к новогодней ночи. И чтобы волосы, лицо, ногти, кожа, все было прекрасно. И чтобы вы сияли и светились. И перешли в Новый год просто светящийся от счастья. Ну, а я с вами прощаюсь. И мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.